Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. И сегодня я хочу показать вам мое следующее видео из серии Поучительные шахматные партии. И эта партия, которую я сегодня намерен показать, по моему мнению, действительно чрезвычайно поучительно. И я надеюсь, что это видео будет также поучительно. И это видео является очередным видеоприложением к шахматной школе Евгения Гринеса. И оно рассчитано на тех зрителей, которые хотят научиться играть в шахматы. Я не обещаю вам, что эта партия будет особо острой или особо зрелищной. Но то, что она будет особо поучительной и полезной. Так же, как это видео. На это я рассчитываю. Маленькое отступление. Мне YouTube присылает все комментарии ко всем моим видео. Пишет мне имейли и пишет тексты комментарий. Так как видео у меня уже очень много, то появляются время от времени разные комментарии. И вот один зритель написал по поводу видео, одного моего видео, по-моему, чуть ли не самого длинного, самого долгого, который длился за два часа. Два с чем-то. Два с половиной примерно. И вот он написал критический комментарий. Я посмотрел первые десять минут видео и не вижу никакого смысла за этим видео. Но если вы рассчитываете в первые десять минут видео узнать смысл того видео, которое длится два с половиной часа, то можно и не начинать тогда его. И после десяти минут можно лучше выключить и не писать, не позориться, что вы посмотрели десять минут этого видео. Так что, может быть, десять минут сегодняшнего видео тоже не будут иметь большого содержания. Хотя, может быть, это и не так. Значит, поэтому еще раз хочу сказать. Мои видео предназначены людям, которые хотят лучше научиться играть в шахматы, а не просто посмотреть какую-нибудь красивую партию. Красивые партии можно на YouTube в достаточном количестве посмотреть в других местах. И вот, когда мы начинаем играть турнирные партии и играем с более сильными противниками, то, как правило, мы им проигрываем. Потому что они лучше играют. И мы начинаем искать оправдания, почему же я проиграл партию. И обычно мы ищем вот в такой-то позиции, я сыграл плохо, надо было мне вот так сыграть, в какой-то тактике я пропустил удар. И мы думаем, что причина именно в этом. Что где-то тактику. Ну, тактику тоже надо тренировать. Но чаще всего причина заключается в другом. Почему наш более сильный противник нас переигрывает? Потому что в каких-то ситуациях мы просто не знаем, что надо делать. наших шахматных знаний не хватает на то, чтобы правильно составить план игры. Если мы собираемся играть в шахматы без плана, то можем не удивляться, что мы быстро проиграем. Или медленно, не важно. То есть, мы не знаем, что в какой-то позиции. Что же тут делать? Значит, надо ли мне атаковать? Может быть, мне надо защищаться? А может, тут надо просто какие-то делать перегруппировки фигурами? И вот чаще всего шахматисты не знают, что делать. А если надо атаковать, то как атаковать? Каким способом? Где атаковать? На ферзевом фланге? Или на королевском фланге? Или в центре? А защищаться каким образом? У меня у самого, я помню, на всю жизнь запомнил одну партию, когда я в молодости откатал, не знаю, 15 ходов по теории. Это была, помню, сицилианская защита, вариант Найдорфа. Я играл чёрными. Тогда был один популярный вариант очень, там, с ходом слон g5 и всё такое. Ещё времена были Фишера. Фишер играл такие системы. И я знал там в то время, не помню, 15 ходов я знал. Я сделал по теории 15 ходов и пришёл к позиции, где дальше теория, мои теоретические знания закончились и надо было самому принимать какие-то решения, как же играть. И я просто-напросто слил эту позицию. Я просто не знал, что делать. И позиция мне не очень-то нравилась, хотя играл по теории. Теория, может, обещала чёрным хорошую позицию. Фишер выигрывал. А я, играя с шахматистом, который был тогда сильнее меня, я просто слил ему партию. И потом, когда мы анализировали, он был заинтересован тем, что да, вот теоретический вариант, смотри, ты хорошо играл. Я играл, пока была теория. Когда она кончилась, всё закончилось для меня. Остался у разбитого корыта и просто не знал, действительно, что делать чёрным в той позиции. Если защищаться, то как? А если она что-то обещает, то что же делать? И всё, белые играли нормально. Вот, я думаю, что причина не в каких-то там тактических ошибках в партии, что вы играли прекрасно, вы всё делали хорошо, у вас был хороший план, вы знали, что делать, а потом вдруг где-то прозевали. Такое, конечно, может быть, но причина, скорее всего, раньше. И поэтому вот это сегодняшнее видео, может быть, ответит на какие-то вопросы касательно именно этого. Потому что в нём не будет очень много каких-то тактических осложнений, хотя там тоже что-то есть. Но важны стратегические проблемы, стратегические вопросы будут затронуты. И кого не интересует это, и кто не хочет заниматься такими вещами, может уже сейчас выключить видео и не смотреть его дальше. А для заинтересованных людей мы пойдём дальше. Эта партия будет сыграна сицилианской защитой. И я уделю какое-то внимание дебюту, но не основное. Просто посмотрим какие-то ходы, разберём идеи какие-то сицилианской защиты на основе этой партии. И пойдём дальше смотреть, что в ней произошло, и учиться играть. И во время этой партии я, может быть, буду вам задавать какие-то вопросы о том, как бы вы здесь продолжали в какой-то позиции. И если вы хотите получить пользу от видео, то я советую вам в эти моменты делать паузу на видео, немного подумать. Это не будут, скорее всего, какие-то тактические удары и прочее. А наоборот, как бы вы стратегически продолжали, какой план вы сделали бы и какой ход вы бы считали правильным. И потом, после такой паузы, вы можете продолжить видео и посмотреть, как играли здесь сильные шахматисты. И соответствует ли это тому, как вы думали. Если нет, это тоже полезно. Если вы думали неправильно, то наоборот, вам полезнее будет сравнить. Почему-то я не так подумал почему-то. Но это именно тоже большая польза. Если вы правильно думали, то эта польза даже может быть меньше. Вы можете сказать, ой, я всё правильно подумал, я такой молодец. А вот если неправильно, и вы будете думать, почему вы неправильно подумали, то это может быть большая польза для вас. Потому что, я ещё раз скажу цель этого видео, чтобы вы получили пользу от него и могли усилить свою игру. Итак, партия, о которой идёт речь, была сыграна уже достаточно давно, в 1945 году. Но это не имеет такого большого значения, потому что и в 1945 году играли в те же самые шахматы, какие играют и сегодня, теми же самыми фигурами и теми же самыми пешками. Тогда не было, может быть, компьютеров, которые нам могут помочь сегодня и немножко расслабляют нас, так как компьютер даёт решение, но мы не столько думаем головой. Тогда было мало информации, не такой, как сейчас, которую можно всё с интернета скачать или даже посмотреть видео. Этого тоже не было. А были просто книги, были шахматные журналы какие-то, если были, или каким-то другим путём. Гроссмейстеры приходили к шахматной информации. Но шахматы были такие же, как и сегодня. И белыми в этой партии играл будущий чемпион мира Василий Смыслов. Он играл белыми фигурами. Его противником был советский шахматный мастер Иосиф Рудаковский. И эта партия игралась в 14-м чемпионате Советского Союза в 1945 году. То есть, слабых шахматистов совсем сказать, что это слабый шахматист нельзя. Это был мастер, и Смыслову тогда было 24 года, а Рудаковскому тоже было не так много, 31 год. Смыслов пошёл Е4, чёрные ответили С5. И это сицилианская защита. И это самый популярный дебют или защита чёрных на ход белых Е4. Отвечая С5, чёрные создают асимметричную позицию. Они не играют, скажем, ходом Е5, после которой получается симметричная позиция. А именно С5 сразу с первого хода нарушает симметрию. И чёрные как бы говорят своему сопернику, что они не будут так защищаться, как в открытых дебютах, которые ходом Е5 начинаются. Они будут играть асимметрично. Они готовы пойти на позицию, где у белых будет преимущество, но у чёрных будет контр-игра в будущем. Это связано с тем, что пешка С5 в основных вариантах бьёт на Д4. И у чёрных здесь фигура на Д4. Конь становится... У белых, вернее. А у чёрных появляется полуоткрытая линия С. И поэтому чёрные планируют играть на ферзьевом фланге. И предоставляют белым возможность атаки. Во многих вариантах белые атакуют на королевском фланге. И поэтому чёрные планируют контр-игру, то есть защищаться с помощью контр-игры. И обычно стратегия белых заключается в том, что они собираются контролировать центр и готовить атаку на королевском фланге. Чёрные собираются противодействовать белым в центре и искать свои контр-шансы на ферзьевом фланге. Особенно на линии С. Эта стратегия и белых, и чёрных осуществляется практически во всех открытых вариантах сицилианской защиты. Белые пошли конь f3. И они уже показывают, что они будут играть d4. И в этой позиции у чёрных есть много продолжений. Различные ходы, которыми начинаются разные защитные системы. Например, ход d6. Есть конь c6. Есть даже ход конь f6. Так играл Немцович в своё время. По-моему, эта система носит название, связанное с именем Немцовича. Ход есть g6. Это называется ускоренная фианкета. Есть даже такой ход, как a6. Довольно редкий ход, но считается не вполне солидным. Но, тем не менее, такая возможность есть. В партии чёрные сделали также очень популярный ход e6. И белые пошли d4. Чёрные побили в центре пешку, и конь взял на d4. И вот, если мы посмотрим на эту позицию, мы видим, что у белых в центре есть конь. Белые имеют преимущество в пространстве. Их пешка находится на четвёртой горизонтали. Конь также. То есть, у белых, по крайней мере, 4 горизонтали в их распоряжении. У чёрных только три. И они и планируют играть так. Они планируют, скажем, пешку пойти на d6, ставить пешки по третьей линии. Ну, кони, скажем, выходят тоже на третью линию со стороны чёрных. Слоны могут выйти на вторую линию, может быть, на d7. А может быть, чёрные будут планировать игру на фержевом фланге с ходами a6, b5. И слон тогда может быть выведен на b7. Ну, и у чёрных тогда, может быть, только пешка b5 будет на четвёртой линии. Но не в центре. У белых перевес в пространстве в центре. И вот это слово перевес в пространстве, оно очень важное. Во-первых, само слово перевес говорит уже о том, что это что-то, что даёт преимущество. То есть, мы пока сделали тут четыре хода, и мы говорим о том, что у белых есть маленькое преимущество, связанное с перевесом в пространстве. То есть, чёрным нужно ещё это компенсировать какими-то другими вещами. Они и планируют это компенсировать в будущем. И вот в этой позиции после хода конь берёт на d4. У чёрных есть также несколько продолжений. Например, ход конь c6. Или... Я в этом видео не буду идти далеко по теории, но я покажу просто какие есть возможности. Есть ещё ход a6. Также система с ходом e6 и a6. Она называется система Паульсона. Чёрные не играют пока конь f6, потому что часто в других системах чёрные играют конь f6 для того, чтобы вызвать ход конь c3. И чтобы пешка белых осталась на c2. А ход a6 даёт белым возможность пойти c4 при желании. Они могут тут тоже ответить конь c3, если они не хотят. Они не обязаны играть c4. Но у них такая возможность есть. И вот именно такое построение с ходом c4 называется система ёж. Без хода c4 это не система ёж. Если пешка остаётся на c2... Да, чёрные развивают свои фигуры. Это сицилианская защита. Это обычно шевененгенский вариант. Если чёрные ставят пешки d6, e6. Они ставят пешки на третьей линии со своей стороны. Некоторые говорят, что это система ёж. Но система ёж, по теории называется система, когда белые сыграли c4. Тогда чёрные могут играть так же, как в сицилианской защите d6. Но именно это построение будет называться ёж. В нашей партии чёрные пошли конь f6 и белые сыграли конь c3. И уже хода c4 нет. Есть ещё здесь, например, у белых такой ход по теории. Произошла задержка что-то с моим компьютером. Здесь непонятная задержка, поэтому я задержал дыхание. Есть у белых возможность пойти слон d3. Хотя этот ход не особо приветствуется. Но если белые ставят целью играть систему ёж, они могут так пойти. И пойти c4. Но чёрные имеют разные... И вот эта, конечно, тоже будет называться система ёж. Чёрные знают, как играть против этой системы. Особенно с ходом слона d3. Потому что необязательно слона в системе ёж, например, вот в этой. Белые будут ставить слона на d3. Могут поставить слона на e2. Вот. А в этой позиции, как мы показали, может возникнуть система ёж с ходом слона d3. Может быть, это не в пользу белых. Хотя небольшой перевес у белых есть и здесь, и здесь. Чёрные пошли на шевененгенскую систему с ходом d6. И здесь чёрные пошли на шевененгенскую систему с ходом d6. на шестой горизонтали со стороны белых. А со своей стороны на третьей. d6, e6. И вот это была старинная шевененгенская система сицилянской защиты. Значит, слон f8, который будет выведен на e7. Коль скоро чёрные пошли e6, то слон именно будет в 99% случаев выходить на e7. И он защищает ослабленную пешку d6. Так как пешка d6 всё-таки не имеет пешечной защиты. Как, например, в варианте дракона пешка e остаётся на e7. И пешка d6 не будет слабостью. Здесь она является в какой-то степени слабостью, требует защиты. И вот её защиту возьмёт на себя слон. И чёрные собираются закончить развитие, рокировать и начать игру на ферзевом фланге, продвигая, например, пешки на а и b. И его ладья, скорее всего, займёт потом место на линии c, на полуоткрытой линии. Ферзь чёрных, скорее всего, тоже пойдёт на c7. И чёрные будут пытаться использовать полуоткрытую линию c. И тайная мечта чёрных, которую белые должны знать, это провести ход d5. Если чёрным в сицилианской защите, например, в Шевененгенской системе удается провести ход d5, это решает их все дебютные проблемы. Также почему система Ёж направлена на то, чтобы затруднить чёрным ход d5? Потому что и в системе чёрные всё-таки проведут d5, если они, как говорится, без особых больших потерь смогут сыграть d5 в будущем, то они, по крайней мере, уравняют позицию. А может быть, и получат лучшую игру. Также и в Шевененгенском варианте чёрные тайно мечтают о том, чтобы пойти в какой-то момент d5. И белые должны смотреть за этим ходом, не дать чёрным такой возможности, по крайней мере, безнаказанно сыграть d5. И вот борьба в сицилианской защите ведётся часто против вот этого пункта d5. Это очень важный пункт. Чёрные планируют что-то здесь сыграть, белые противодействуют этому. И в вариантах с конь c3 белые не играют c4, но они следят за полем d5. И в этой позиции у белых, сейчас ход белых, у них есть также много продолжений. Одно из самых сильных продолжений здесь считается ход g4, и это так называемая атака Керриса, которая считается очень сильной. Белые сразу начинают наступление в этой позиции. Но, возможно, в 1945 году она не была известна. И, кстати, почему Шевенингенский вариант не такой популярный в этом чистом виде? То есть, чёрные... Это, в принципе, построение в сицилианской защите самое популярное, но в чистом виде вот такую позицию сейчас редко играют именно из-за хода g4. Считается, что белые здесь получают преимущество и атаку на королевском фланге. А чёрные сейчас как-то вот через перестановки ходов, через системы Паульсона с ходами e6, a6, потом всё-таки могут прийти к этой системе, к Шевенингенской системе, обходя ход g4. Потому что ход g4 известен вариант Керриса именно в этой позиции, как очень сильной. Также есть продолжение C4 здесь. И это называется атака Созина. И так любил играть Фишер, Бобби Фишер. Это была его любимая система за белых против сицилианской защиты. Тоже известное продолжение. Возможен ход, менее популярный, но возможен ход g3, не дотягивая пешку даже до поля g4. И современные ходы есть в слон e3 сейчас так часто тоже играют в этих системах. И потом белые играют типа f3 хода и с последующим g4, h4. То есть как белые играют против варианта дракона. То, что называется югославский вариант. Слон e3, f3. А это вариант, который любит играть чемпион мира Виши Ананд. Его любимый ход против разных вариантов систем сицилианской защиты. Против Найдерфа a6. Он также играет. Это в наше время уже тоже после 1945 года и уже ближе к нашим дням. Это стало также очень популярное продолжение. Ну и есть вот ход сразу f4. То есть белые пока не определяют, куда они поставят своих слонов и сразу ставят пешку на f4. Всё это возможно в этой позиции. И также популярный ход и возможный ход. Здесь тот, который сделал Василий Смыслов. Ход e2. Так играл, любил играть Анатолий Карпов. Именно это считается позиционное продолжение, спокойное продолжение. Слон e2. Белые выводят фигуру своего слона, но не так далеко. Не дотягивают до c4, а ставят на e2. Но они также будут атаковать черных на королевском фланге. Несмотря на такой, казалось бы, не очень острый ход. Но именно так сыграл Смыслов. Вообще надо сказать, что Василий Смыслов обладал уникальным стилем игры. Это был шахматист, который, можно сказать, он просто играл очень сильно. Его нельзя сказать, вот он такой позиционный шахматист, или он комбинационный шахматист, или ещё что-то. Он был силён во многих фазах шахматной партии. Он был очень силён в эншпиле, и он писал книги по эншпилю. Он был также силён в дебюте, знал хорошо, глубоко шахматную теорию. И он позже выиграл матч у Михаила Ботвинника. А чтобы выиграть у Ботвинника матч, его надо превзойти в игре в шахматах. И вот это смог осуществить Василий Смыслов. Он был сильным тактиком. Он проводил и тактические комбинации, и очень сильным позиционным шахматистом. А в принципе, можно сказать, что он был очень сильным шахматистом. То есть, сильно играл в шахматы. Практически делал самые сильные ходы. Если смотреть его партии, то кажется, что его фигуры передвигаются сами по себе, что ему не составляет никаких затруднений правильно переставлять свои фигуры. И поэтому на его партиях можно очень многому научиться. Слон Е7, отвечают чёрные, развивают своего слона, готовят рокировку. Белые сделали рокировку в короткую сторону, и чёрные также. То есть, короли находятся на одном и том же участке доски. Но, тем не менее, атака белых будет развиваться именно на королевском фланге. Ферзевый фланг в связи с тем, что чёрные разменяли пешку С на пешку Д. У них полуоткрытая линия С. И ферзевый фланг принадлежит, как правило, чёрным в сицилянской защите. Кстати, можно заметить, у чёрных небольшой пешечный перевес в центральной части доски. У них две пешки Д6 и Е6 против одной пешки на Е4 у белых. Это получилось из-за того, что белые разменяли центральную пешку на пешку С. Вот у чёрных и возникла как бы лишняя пешка Д6 в центре. Это имеет тоже значение в сицилянке. Именно чёрные потом Д5 пытаются сыграть. Взамен белые получили то, что мы назвали ещё раньше перевес в пространстве. Получили фигуру в центре. Лёгкое развитие в связи с переменом в пространстве. И мы посмотрим, как это дальше. Белые играют слон Е3. И они ставят своих слонов на линии Е. Мы увидим после хода КС6, как чёрные сейчас ответили. И это всё, в принципе, идёт по теории, согласно теории КС6. Мы заметим, что у белых слоны стоят на линии Е для того, чтобы оставить свободной полуоткрытую линию Д. Так как у белых возникла полуоткрытая линия Д в связи с разменом этой пешки на Д4. У чёрных, в свою очередь, линия С. И белые могут свои фигуры поставить, например, тяжёлые фигуры. Может быть, ферзь Д2, ладья Д1. И препятствовать чёрным проводить ход Д5. Ну, они могут какое-то давление на пешку Д6 оказывать, но она довольно надёжно защищена. Если белые не сумеют на неё напасть лёгкой фигурой, например, конём с В5, и здесь поставить тяжёлые фигуры на линию Д, тогда они могут чёрным доставить беспокойство о пешке Д6. Но ход КВ5 чёрные часто противодействуют ему ходом А6. И слон поэтому достаточно надёжно защищает пешку. Белые уже вывели все свои лёгкие фигуры. Чёрные, можно сказать, немножко отстают в развитии. И это связано с тем, что они сделали два пешечных хода в дебюте. Белые один ход. Ну, не считая ходов Д4, С5 и разменов. Но чёрные два хода сделали, а белые один. И поэтому у чёрных маленькая отсталась в дебюте, в развитии. Это тоже в какой-то степени в пользу белых. И чёрным надо выводить слона Д7. Ну, сейчас ход белых. Они могут выводить позже С8 слона на Д7 в один ход. Или могут готовить с помощью А6, Б5. Это ещё два пешечных хода, т.е. ещё какая-то отсталость в развитии, и выводить его на Б7. И вот в этот момент, после хода КС6, белые должны решить, как им играть дальше. То есть, составить план игры на следующую фазу этой партии. Т.е. для белых уже начинается потихоньку митильшпиль. В связи с тем, что они уже развили свои лёгкие фигуры. И они должны подумать, что они будут делать дальше. И вот теперь у меня такой вопрос. Как белым здесь лучше всего продолжать? Каким ходом они могут улучшить свою позицию? Потому что в шахматах нужно постоянно стремиться к улучшению своей позиции. Только так можно постепенно выиграть партию, если не считать, что противник что-то прозевает. Путём усиления своей позиции мы можем также переиграть противника. Так вот, какой ход? Подумайте, какой тут лучший ход? Какой ход здесь считает теория лучшим? Какой ход сделал здесь смыслов? шахматный компьютер? Вы можете сделать паузу на видео и подумать. Здесь нет комбинации. Речь идёт о позиционном продолжении. Как бы вы здесь продолжили? Если вы теперь готовы, то это ход f4. Это лучший ход в этой позиции. И его сделал смыслов. И вот шахматный компьютер знает о том, что f4 лучший ход. У него в программе заложено, что надо ставить пешки на e4 и f4. Надо ставить пешки на четвёртой горизонтали. И это очень важно. Это важно в сицилианской защите. Но это важно и в каких-то других позициях. Где есть возможность поставить пешки на e4 и f4, то такую возможность надо использовать. Это очень важно понимать. Потому что две такие связанные пешки, они атакуют очень много полей в лагере чёрных. Они атакуют d5, e5, f5 и g5. И этим ходом белые ещё больше захватывают пространство. Они захватили пространство, не давая чёрным поставить фигуры здесь на четвёртом ряду. И при этом не обязательно, чтобы какая-то из этих пешек шла вперёд. Хотя, может быть, это будет в дальнейшем план. И возможно, пешка e5 пойдёт вперёд. А может быть и пешка f5. Но эти две пешки, e4 и f4, они хороши уже тем, что они здесь стоят. И причём этот ход f4 усиливает белую ладью. Делает её сильнее. Так как, например, до этого хода у неё не было силы. После f4 видно, что эта ладья стала сильнее. И она поддерживает пешку. И белые слоны будут защищать. У них есть свобода манёвра. И пешки не дают чёрным фигурам нападать на них. Часто белый слон ставится на f3. Защищает надёжно пешку e4. То есть, слоны могут за пешками стать. И эта пешка, ход f2 и f4 является началом атаки белых на королевском фланге. Так вот, когда я говорил о том, что шахматист иногда не знает, где же ему надо атаковать. Если он думает, что надо атаковать, чувствует, но не знает где, а на каком участке доски. Так вот, ответ на такой вопрос заключается в том, что атаковать нужно на том участке доски, где у вас есть преимущество в пространстве. У белых здесь преимущество в пространстве на королевском фланге. И атаковать они должны на королевском фланге. У чёрных может появиться преимущество в пространстве после ходов a6, b5. Может быть, b4 на ферзевом, хотя им ещё до этого довольно далеко. Может быть, иногда конь чёрных не проживём на c7. Но белые несколько опередили чёрных в развитии. И вот мы должны понять, что ход f4 является сильнейшим в этой позиции, что вот это расположение пешек является очень сильным, и что нам надо будет атаковать на том фланге, где у нас пространственный перевес. И вот давайте мы посмотрим, как Смыслов строил свою атаку. И он её строил так, что он не давал своему противнику никакой контр-игры. Не позволил ему осуществить контр-игру. И поэтому эта партия очень полезна и очень поучительна. Вот в этой позиции чёрные сделали ход, который выглядит нормально. Это ход fc7. Но теория его считает, правда, сейчас ходом, так сказать, второго сорта. В позиции f4 после f4 теория знает, что ход d7 встречался чаще, чем fc7. А6 встречалась. Ну, а6 ясно готовит ход b5 и мешает белому коню пойти на b5. Такой ход также встречался. А также встречался в этой позиции ход e5. Это, видимо, уже в более современное время стали так играть. То есть, вот и в этой позиции чёрные начинали ходом e5 игру. Но в то время чёрные пошли fc7. Ну, часто это бывает перестановки ходов. То есть, fc7, значит, потом может быть a6, потому что на c7 ферзь может быть атакован конём. Но если вот сейчас ферзь будет атакован конём, то он идёт на b8. И белые не успевают создать дополнительного давления на пешку d6. А потом конь будет отброшен ходом a6. И ферзь может вернуться опять на c7. То есть, белые потеряют темпы на то, что они вернутся конём назад. Чёрные потеряют, может быть, темп тоже. Но это будет, наверное, та же самая позиция. И вот какой ход здесь сделал смыслов дальше? Какой план игры здесь есть в распоряжении белых? Также можете здесь подумать. Может быть, кто-то из вас знает такие планы игры в шевененгенском варианте. Те, кто знают теорию более-менее и знают планы, то они могут знать эти ходы. Но один из ходов известных теорий в этой позиции, это ход Kh1. Белые заранее уводят короля. Это тоже теоретический ход, но необязательный. То есть, пока угроз чёрным нет. Например, нет угрозы напасть конём на g4, потому что это поле надёжно защищено. И белые уже могут начинать здесь осуществлять план атаки на королевском фланге. Подумайте несколько секунд. Если, например, вы бы пошли Fd2 с идеей ладья d1. Ну, это, хотя и создаёт давление на пешку d6, но, как говорится, оно не смертельное для чёрных. И, в принципе, это ничего не даёт для атаки на королевском фланге. А Смыслов сыграл здесь Fc1. И это очень сильный ход. И этим ходом Смыслов хочет перевести своего ферзя в направлении королевского фланга и готовит там фигурную атаку. И, конечно, когда мы собираемся атаковать где-то, мы должны туда перемещать наши фигуры, создавать там превосходство в силах. И вот ход Fc1. Это известный теории ход. И теории вообще известна эта партия. Вот уже когда пошла, значит, если посмотреть теоретические варианты с этих позиций, то, начиная отсюда, теория опирается на эту партию Смыслов-Рудаковский. И так как играл Смыслов, теория считает, что это сильнейшим образом было сыграно. Значит, как чёрным здесь лучше всего играть? Вот если вы играли бы эту позицию чёрными. Как чёрными лучше продолжать? Значит, тот ход, который сделал здесь Рудаковский, в принципе, считается сильнейшим ходом в теории. И компьютер его видит как сильнейший ход за чёрных. Значит, один из ходов ещё, которые известны теорией в этой позиции. Это ход A6. Ну, например, если бы чёрные захотели здесь пойти Кb4 и напасть на всякий случай на пешку C2, которая пока что защищена, то это был бы очень плохой ход. Белые могли ответить конь Cb5, атакуя ферзя. И, например, после ферзь Cb5 сыграть A3. И выясняется, что чёрные уже имеют очень плохую позицию. Компьютер считает, что уже у белых здесь практически подавляющий перевес. Ну, во-первых, пешка на A7 может... Ну, например, надо идти куда-то конём. Давайте посмотрим, что будет. Значит, если пойти здесь конём на C6. А тогда... Да, и что интересно, ферзь на E1 стоит напротив ферзя на A5. И ход Kc6 проигрывает. Из-за того, что белые берут на C6, теперь нельзя побить на C6, потому что ферзь берёт на A5. А если побить на E1, то у белых промежуточный ход конь берёт на E7 шах. И после Кh8, например, эта ладья берёт на E1. И если мы посчитаем здесь оставшиеся фигуры, то у белых 4 лёгких фигуры, у чёрных 2. То есть, белые выиграли 2 фигуры, и чёрные могут сдаться. Ну, такой ход, как Kb4. Вот просто интересно, что сразу проигрывает в этой позиции. Это, конечно, необязательный ход. А какой же ход сделали здесь чёрные? Подумайте. И этот ход конь берёт на D4. Почему чёрные так сыграли? По двум причинам. Значит, первая причина конкретная, вторая причина абстрактная, из общих соображений. Конкретная причина то, что произошло в партии. Белые взяли на D4, и чёрные сыграли здесь практически единственный ход, который знает в этой позиции теория, ход E5. Так было сыграно в партии. То есть, чёрные, возможно, задумали этот вариант. А если мы абстрактно подумаем здесь, почему чёрные берут коня, то мы можем прийти также к этому ходу, играя чёрными, из общих соображений. Чёрным выгодно разменять, разменивать лёгкие фигуры. В позиции, где ты имеешь меньше пространства, то нужно пытаться разменивать лёгкие фигуры. Лучше всего, конечно, разменять хотя бы пару лёгких фигур. Например, коня и слона. Потому что в этом случае для оставшихся фигур уже будет больше пространства. То есть, им уже не надо столько пространства для манёвров, как сейчас, когда у чёрных четыре лёгкие фигуры. А если бы мы представили, что будет только две, ну тогда этот пространственный перевес такой силы иметь не будет, потому что чёрным хватит пространства, чтобы, скажем, коня перевести, куда им нужно. И вот, значит, размен фигур выгоден той стороне, которая имеет меньше пространства. И опять мы здесь говорим о пространственном перевесе. Пространственный перевес в шахматах встречается во многих дебютах. Это не только в сицилианской защите. Это и в закрытых дебютах, и в староиндийской защите, и в защите Немцовича, и Ферзиоан Гамбити, возможно, да и везде, в французской защите. Поэтому это понятие, которое нужно знать, что оно такое есть. Нужно знать, что имеете вы больше пространства или вы имеете меньше пространства. И поэтому чёрные разменивают здесь хотя бы одну фигуру, немножко облегчая себе жизнь. Но кроме этого они задумали ещё ход Е5. И вот в этой позиции подумайте теперь, как ходить лучше белым. Скажем, у белых есть две возможности. Можно отойти слоном на Е3. Можно взять пешку ФЕ. После ДЕ можно отойти слоном. А можно даже пойти ФЕ3, связать пешку на Е5. И напасть на неё ещё раз. Вот вы начинаете здесь за белых думать. Есть конкретный вариант. Взятие-взятие, и вы увидели ход ФЕ3. Связка. Если чёрные защитят слон Д6, то надо смотреть. Тут есть и на скоке коня. Вилочные надо их считать. Может быть, это выгодно белым. Или белым надо просто уйти слоном на Е3. Вот подумайте над этой проблемой. Как вы думаете, что сделал здесь смыслов? Взял ли он пешку на Е5 или он пошёл слоном на Е3? Значит, можно сказать, что по теории есть взятие и на Е5. То есть, так тоже продолжали. Есть отход слона на Е3. Два хода. Какой ход, как вы думаете, здесь за белых сильнее? Как пошёл такой шахматист, как смыслов? Подумайте несколько секунд. Может быть, сделайте паузу в видео. Как бы вы сыграли? И лучший ход в этой позиции это ход СЛОН Е3. Как сыграл смыслов. И как к нему можно прийти мысленно, опять, логически? Логические шахматы. Почему не побить пешку на Е5? Ход из общих соображений. Взятие на Е5. И ответ ДЕ. Даёт чёрным, в частности, слону больше пространства. Он был скован пешкой Д6. Он не имеет пространства для игры. И ход СЛОН Е3 не даёт ему этого пространства. Не освобождает чёрного слона. Если бы смыслов пошёл... Взял... Взял. Слон становится свободнее. И после хода ФРЖ3 начинается тактика, которая теории известна. И теория знает, что в этой позиции у чёрных есть сильный ход. не СЛОН Д6. СЛОН Д6 это неправильный ход. А ход СЛОН С5. И чёрные уравнивают игру. Они не выигрывают, но они уравнивают игру. Позиция становится, по оценке компьютера, абсолютно равная. Особенно, если белые вдруг сделают такую ошибку. И подумают, что мы нападали два раза на пешку Е5. Не могу ли я забрать эту пешку на Е5? И это была бы грубая ошибка. Чёрные бы просто побили ферзя. И белый слон не может побить чёрного ферзя, потому что он связан. За ним стоит король, и он не может побить на Е5. И тут белые бы поняли, что они проиграли партию. Чёрные здесь, конечно, выигрывают. Ну, а если после слона берёт на С5, взять слоном на С5, ферзь бьёт С5, шах, король H1. Да, грозит ладья бьёт на F6, конечно. Но чёрные играют король H8, уходя из-под связки. То есть, чтобы пешка не была связана, и тогда ладья бьёт на F6 уже не имеет такого смысла жертвовать качество на ровном месте. И здесь эта позиция абсолютно равна по оценке компьютера. Вот. И таким образом белые теряют весь свой дебютный перевес из-за того, что они освободили слона. Может быть, ход Е5 на это и рассчитан, чтобы белые пошли неправильно. Ну, у него есть и другие идеи, конечно. Это неплохой ход. И неплохой вариант. И вариант известный, что взять на D4 и пойти Е5. И вот надо знать, почему. Что ФЕ ошибка, потому что даёт чёрным свободу игры. Белые теряют весь свой перевес дебютный. Позиция пешек здесь симметрична. И у белых ничего нет особо. Атаки на королевском фланге у белых уже не будет. СЕ3, сохраняя напряжение в центре и предоставляя чёрным возможность, что же делать им. Ну, современная теория знает здесь два хода. Это было уже, видимо, разработано после 1945 года. Сразу скажем, что в партии чёрные сыграли слон Е6. Значит, ход Е5 дал им больше пространства в центре. То есть, у них появилась возможность не только стоять на двух последних горизонталях своими фигурами, а вывести слона уже на третью горизонталь с их стороны. И при этом возможно пойти слон C4, но слон стоит здесь уже лучше. Но наша теория уже современная знает здесь ещё взятие на F4. Ну, теоретически ладья берёт на F4. И так как это, наверное, в те времена считалось, что белые получают лучшую позицию. Во-первых, полуоткрытая линия F для ладьи. А главное, что у чёрных осталась как бы слабая пешка на D6. А у белых... Кроме того, белые контролируют поле D5 конём теперь. Потому что чёрная пешка пошла вперёд. Уже она не защищает поле D5. Её уже нет вообще. Но правда, что... Значит, вот такая подобная позиция была предметом дебютного конфликта в матче Карпов-Полугаевский. Карпов играл белыми тогда, полугаевский чёрными. И в этом матче это встретилось, по-моему, не в одной партии, а в нескольких. И помнится, что запомнилась одна партия, где Карпов где-то ходом конь D5 жертвовал пешку на C2 и даже, по-моему, и вторую пешку на B2. Но это была одна конкретная партия. А после этого матча чёрные нашли какие-то усиления. Значит, у них возникли тоже определённые идеи. И эти идеи связаны с тем, чтобы перевести коня F6 на поле E5. Потому что поле E5 тоже стало неприступным полем, где оно не атакуется никакой белой пешкой. После размена на F4 пешка F4 исчезла. И поле E5 может стать для чёрных форпостом. За это, правда, белые получают тоже форпост на поле D5. Ну и вот современный вариант развивается таким образом. Слон E6. Значит, чёрные идут на то, что у них слабая пешка D6. Ферзь G3. Конь D7. Конь стремится на поле E5. Ладья А на F1. Белые имеют полуоткрытую линию F. Они тут концентрируют свою игру. Конь E5. Но вот этот конь даёт чёрным уравнение. Например, слон D4. Это теоретический вариант. И эта позиция, по мнению компьютера, равная. У белых здесь нет перевеса. И компьютер здесь говорит, что после ходов G6, Ладья А на C8, H6 и даже Ферзь А5. Чёрные сохраняют равенство. Теория дебютов основывается на какой-то другой партии, где было сыграно А6. И вот после А6 уже компьютер говорит, что у белых может быть лучше. После хода слон D3. Но белые там играли А4. И здесь компьютер снова видит равенство. По крайней мере, его такая оценка, что позиция равна. Ладья C8 тоже ход, который не первый выбор за компьютера, но он тоже меняет оценки свои. Х1 было сыграно. А5 равенство. И Ферзь D8. Вот эту позицию снова компьютер считает равным. И это связано, конечно, именно с вот этим конём чёрным. То есть, этот конь здесь главная фигура. Но белые, всё, что они могут сделать, это его побить. Тогда здесь станет пешка. То есть, перевесы у белых, если они отдадут своего чернопольного слона такого, а у чёрных останутся два слона, причём оба играющие, слон Е7 получит пространство здесь, то это белые могут только играть на проигрыш сами. А сама по себе позиция равна. И вот только после хода слон D3, который теория показывает и который компьютер считает грубой ошибкой... Почему теория считает, что белые проиграли там и, соответственно, набрали 0%. Это связано именно с ходом слона D3, потому что после хода слон G5 белые проигрывают качество. Ну, куда идти ладьёй? Если пойти ладьёй на F2, то чёрные имеют ход слон H4, нападая и забирая качество. А на белые поля больше некуда ходить. В партии, на которой основывается теория, белые пошли ладья F5. Решили, если уж отдавать ладью, то за слона белопольного. Слон H4 была сыграна. Ферзь Е3. Но чёрные взяли качество. Ладья F1. И эту позицию теория, считаю, основывается на партии, которую чёрным удалось выиграть с лишним качеством. Хотя у белых тут тоже есть поле D5, сильное для коня. Но партию белые проиграли. И она вошла в теорию. Но она основана именно на ошибке белых в этой позиции. Слон D3. А в принципе, вот эта позиция равна. Ну и вот почему же Венингенский вариант не умер после партии смыслов Рудаковский. Потому что у чёрных есть такие идеи. Всё-таки взять на F4. Хотя выглядит так, что белые после этого хода имеют преимущество. И это, конечно, вот, опять же, конфликт для сицилианской защиты. Выгодно чёрным так сыграть. Если выгодно, значит, они могут на этом основывать свои планы. Но в то время Рудаковский пошёл слон Е6. Но опять, если мы посмотрим теорию, то она не знает ничего другого, как то, что было сыграно в настоящей партии. То есть эта партия явилась основой для теоретического варианта. И смыслов пошёл здесь F5. И этот ход даёт белым ещё больше пространственный перевес на королевском фланге. То есть пешка уже пошла на 5-й ряд. И белые ещё больше усилились. Они, конечно, не берут на Е5. Брать на Е5 в этой позиции было бы бессмыслицей. И сразу белые теряли бы весь свой перевес. Всё преимущество. У них не было даже и пространственного перевеса. То есть чёрные бы имели всё то же самое, что имеют белые. А вот после F5, белые захватывают пространственный перевес на королевском фланге. И теперь возникает вопрос, как лучше продолжать чёрным. Значит, у чёрных есть две возможности. Слон под боем. У них есть возможность пойти С4 или С7. И вот это стратегическая проблема. Здесь нет никакой большой тактики. Хотя, скажем, слон С4, если белый возьмёт, то Ферзь возьмёт на С4. Будет атакована пешка Е4. Вот такое может быть размышление чёрных. Или уйти слоном на D7. Как бы вы сыграли здесь на месте чёрных? Подумайте. Можете сделать небольшую паузу, чтобы не узнать сразу здесь решение. Подумайте. Если вы неправильное решение принимаете, то это не страшно. Вы будете знать потом. После ответа вы будете знать правильное. Как правильно тут размышлять надо было. Значит, я дам пару секунд. И мастер Рудаковский пошёл в С4 в этой позиции. Мы говорили о том, что сторона, у которой меньше пространства, ей выгодно разменивать лёгкие фигуры. И ход С4 служит этому. Чёрные, разменивая слонов, получают как бы больше пространства. И чёрные активизируют своего Ферзя после размена. Но им надо было подумать ещё о другом. В этой позиции даже. Что слон белых на Е2 это плохой слон. Он упирается в белые пешки. Е4 и Ф5. И слон, которого ограничивают собственные пешки, называется плохим. В свою очередь, слон Е6 чёрных, белопольный слон, является хорошим. Потому что пешки чёрных стоят на чёрных полях. Можно говорить о том, что вот этот слон Е7 хуже. Но он таким родился в сицилианской защите. Он пошёл на Е7. Пешка Д6 стоит перед ним. То есть, он должен с этим жить. А вот слон белопольный, он вдруг неожиданно получился хорошим после хода Е5, когда чёрные сыграли пешкой на Е5. И вот у него есть шанс остаться хорошим. И у него был шанс пойти на Д7. И вот из общих соображений, учитывая проблему хороших и плохих слонов, можно сказать, что вот ход слон Д7 был лучший. Это нельзя сейчас показывать какие-то конкретные варианты. Но вот, скажем, компьютер в такие позиции компьютер, где нет никакой конкретной игры, никаких конкретных тактических осложнений, то здесь на оценку компьютера можно не сильно полагаться. Он считает, что у белых небольшое преимущество. Может быть, это так и есть. Но у белых остаётся не очень хороший слон на Е2. Но чёрные решили... Значит, ответ на вопрос, как чёрным надо было здесь пойти, всё-таки, скорее всего, позиционно правильно было пойти слон Д7. Чёрные сыграли слон С4. И они меняют фактически хорошего слона на плохого слона. И обычно никто не будет менять хорошую фигуру на плохую. И хорошего слона на плохого слона добровольно менять. Единственное, чёрные могли посмотреть какие-то конкретные варианты. Слон берёт на С4. Ферзь берёт на С4. И висит, как показывает тут наш маленький помощник, пешка на Е4. Висит. Она атакована двумя фигурами. Какой здесь самый лучший ход за белых? Подумайте, теперь вы играете белыми. Какой ход здесь должен быть самым лучшим за белых? Посмотрите просто внимательно на эту позицию. Это не тактическая позиция, где, да, пешка висит, но её же можно защитить. Как её лучше всего защитить, и как лучше всего пойти белым из позиционных соображений. Как сыграл Смыслов. И белые здесь сделали самый лучший ход. Вот интересно, что компьютер, который мало понимает в таких позициях, уже оценивает позицию как равную. Он видит ход, который сделал Смыслов. Но он не сильно понимает смысл игры в таких позициях. Он считает равное. Смыслов сыграл слон G5. И это, конечно, очень сильный ход. И, как мы говорили, Смыслов вообще играл очень сильно. Он делал сильные ходы. Если посмотрим, как он эту партию играл, вроде ничего особенного не произошло. И никаких комбинаций, каких-то там атак, или жертв, или жертв качества, или жертв пешки, ничего не произошло. Идёт позиционная игра. И белые делают Слон G5 ход. И белые связывают тканя чёрных F6. Они уже и защитили пешку на Е4 ферзём попутно две защиты. Конь связан. И одновременно белые делают то, что мы говорили ещё на первых ходах о сицилианской защите, что я говорил. И это то, что у чёрных была здесь ещё идея пойти D5, если бы был их ход. Кроме того, что пешка Е4 висит. Ну, например, если ферзь H4 её защитить или каким-то другим отходом слона, например, слон D2, то, может быть, у чёрных был ход D5. Ну, опять же. Или подготовить его ходом ладья Е8, потому что сразу после D5 опять же, может быть, всё-таки на Е5 пешка подвиснет. Но такая идея у чёрных есть. Провести D5. И если они этот освобождающий ход проведут безболезненно, тогда уже у белых никакого перевеса не будет. Но есть ход G5. Ну, чёрные пошли здесь. Значит, конь связан. Чёрные сыграли ладья Е8. Защитили своего слона. Вообще ладья стоит против ферзя. Это всегда хорошо. Поставить свою ладью против ферзя противника. Потому что в тактических потом каких-то вариантах, возможно, чёрные чёрные смогут провести D5. И тогда уже, скажем, вот взять, если бы сейчас ход чёрных был, D5 побить. Там конь бьёт D5. Слон, скажем, должен побить на Е7. Ладья берёт на Е7. Пешка защищена. А если даже не такой конкретный вариант, то, скажем, если и белому удалось бы побить ферзём на Е5, то после С5 шаг, после того, как это всё вскрывается, и оказывается, что ладья просто ферзя забирает. То есть, вот такой вот ход простой. Ладья Е8 стать против ферзя. Это часто в сицилианской защите встречается в варианте в системе Ёж, когда ещё пешки на Е6, на D6. И белый ферзь, скажем, где-то на Е1 или Е2. И чёрные ставят ладью на Е8. И уже этим они имеют в виду, что мы поставили ладью против ферзя. Это должно быть хорошо. Это может потом поддержать ход D5. Это может поддержать ход Е5, когда ещё белая пешка на F400. И вот в этой позиции чёрные сыграли ладья Е8. А как же тут сыграл Смыслов? Это важнейшая позиция в этой партии. Белые сделали здесь важнейший ход всей этой партии. И вот подумайте хорошо, как бы вы сыграли на месте белых. Вы можете опять сделать паузу. И опять здесь никакой тактики нет. Это не комбинация ничего. Это вот именно позиционный ход. И Смыслов здесь играет так, что он меняет слона на этого коня на F6. И он после этого получает полный контроль над полем D5. И поле D5 станет опорным пунктом. Давайте посмотрим. Слон взял на F6. Слон взял на F6. Значит, вот это называется опорный пункт для белых. Что такое опорный пункт? Во-первых, он должен быть защищен пешкой белых для того, чтобы он был опорным. Для белой фигуры лучше всего это поле займет конь. То есть опорный пункт лучше всего занимает конь. Может и другая фигура в каких-то других вариантах. Может быть слон, может быть ладья. Но именно самая лучшая фигура, которая может занять опорный пункт, это конь. И вот в этой позиции... А могут ли белые пойти конем на D5? Вот это тактический вопрос. Не отдадут ли они пешку C2? Или даже пешку B2 потом. То есть, конечно, это хорошо пойти на опорный пункт конем. И, конечно, конь здесь стоит очень сильно. Атакует и слона здесь. Может побить, ослабить. Атакует поля на ферзевом фланге. И здесь он не даёт чёрным сыграть. То есть, он здесь, конечно, очень сильно. А может ли смыслов так сыграть конь D5? Что случится, если чёрные побьют ферзём на C2? Какой здесь правильный ход белых? Значит, идея могла сыграть ладья C1. Но тогда ферзь берёт пешку на B2. Значит, если пойти здесь ладья C1, ферзь возьмёт на B2. Можно выиграть качество ходом К7. Но за качество у чёрных две пешки. То есть, у них будет слон и две пешки за ладью. И эту такую позицию компьютер оценивает как равную. Например, слон G5. Слон стоит пассивно, но чёрный имеет возможность пойти на активную позицию. Заодно и на ладью напасть. Ну, можно тут продолжать варианты. Ладья B1 можно пойти. Шах. Ну, тут висят две ладьи по-прежнему. Одно из них белый конь заберёт. Ну, во-первых, белые отдадут своего хорошего коня, значит, доминирующего за ладью. Возьмут качество, но за две пешки. То есть, чёрные получали слишком много пешек. И игра, в принципе, уравнивалась. А какой же тут лучший ход, чем ладья C1? Наверняка Смыслов видел этот ход. Это единственный ход, который сохраняет за ладьёй на ферзя. Значит, не дать ферзю взять пешку ещё одну. И если куда ферзь может уйти, если он уйдёт, скажем, на a4 или на d3, тогда уже конь пойдёт на c7. То есть, ферзь должен так уйти, чтобы защищать поле c7. И это он может сделать только если он пойдёт по линии c. Ну, например, ферзь c4. Могут быть и другие ходы по линии c. А ферзь c4, возможно, лучший ход. Потому что, опять же, можно напасть ладьёй на ферзя, но тогда ферзь может забрать пешку на a2. И опять у чёрных будут две пешки за качество. Но белые могут пойти b3 сначала. И снова ферзь должен идти по линии c. Ферзь c6, чтобы защитить на c7. И теперь белая ладья нападает на ферзя. И, например, ферзь d7 и конь c7. И белые выигрывают качество за одну пешку. В этом разница. И это даёт белым преимущество. То есть качество за пешку – это выгодно. Качество за две пешки – это даже арифметически равно. А практически может быть так, что слон и две пешки сильнее, чем ладья в окончании и прочее. Но у чёрных не было бы хуже. И вот Смыслов рассчитал, что на ферзь c2 есть хороший ход ладья f2. И чёрные в этой позиции решили не брать пешку на c2, а уйти слоном на d8. И вот с этого момента можно посмотреть, как играл Смыслов и учиться у него, как правильно играть в шахматы. c3. И этим ходом белые остановили полностью контур-игру чёрных на ферзьевом фланге. С учётом коня на d5 теперь можно сравнить коня с оставшимся слоном чёрных. И с учётом, как у чёрных могла быть игра b5, a5, b4. Такой план игры. Но ход c3, во-первых, затрудняет это. Эта пешка защищена конём. И вот чёрные пошли b5. И вот здесь Смыслов делает также блестящий ход. И очень трудный ход. Позиционный и ход трудный. Не знаю, сделали бы мы такой ход, или мы бы стояли, подумали бы, например, после a5 пойти a3 и стоять и ждать на b4. В принципе, чёрным трудно это провести, потому что конь может побить на b4. Можно, может быть, и так было играть. Но на то он игросмейстер Смыслов, что он делает здесь очень тонкий позиционный ход. Я не буду вас просить найти этот ход, потому что мы не игросмейстеры. Ход простой пешкой b3. И это очень трудный ход. Почему? Потому что Смыслов учёл, что пешка c3 защищена конём. И её не страшно ослабить. Конь неприступный на форпосте стоит. Его не сгонишь ничем. Может только качество за него. И то это сколько? Ладьёй пойти на c5, чтобы побить этого коня. Смысла нет. Так никто не будет играть. То есть он не боится ослабить пешку c3. А какой смысл хода b3? Смысл в том, что если чёрные когда-то смогут пойти b4, то белые ответят c4. И этим они всю эту игру чёрных на ферзь на фланге прерывают. Это в любом случае, если они не смогут на b4 побить, конечно. Но они могут всегда пойти c4. И чёрная пешка b4 будет стоять на поле цвета их слона. То есть каким-то образом ему сдерживать его активность. Ну, кроме того, смыслов напал сейчас на ферзя. И ферзь может отойти с шахом. Король ушёл. Ну, а теперь, если чёрные сыграют a5, на b4 ещё им надо попасть, потому что тут ещё ферзь атакует. Ну и всегда будет ход c4. Ну, вот в этой позиции чёрные делают ход, который кажется правильным и выглядит красиво. Они сыграли c8. Ну, красивый ход в том смысле, что чёрные заняли полуоткрытую линию. Ну и всё. Но это им ничего не даёт, потому что пешка c3 надёжно защищена конём и ход, который, в принципе, ничего не даёт. Может быть, чёрным надо было подумать о каком-то другом ходе, не таком красивом, но который бы какую-то цель осуществлял. А ладья c8, в принципе, никакой цели не осуществляет, кроме того, что красивый. Вот это надо помнить и в своих партиях не основываться на том, что ход просто красивый и должен быть правильный. Надо думать о конкретных вариантах здесь. Тут нет вариантов сейчас пока, но о конкретных вещах, планах. Поэтому этот ход, в принципе, бесцельный и надо избегать таких бесцельных ходов. И вот теперь белые начинают свою игру, атаку на королевском фланге. Значит, ну, как можно атаковать на королевском фланге в сицилианской защите? Либо надвигать пешки g4, h4, g5. То есть, это один план, и он бывает осуществляется, несмотря на то, что король стоит на королевском фланге. Но это, во-первых, рискованно. Во-вторых, без чернопольного слона белым трудно достичь хода g5. Черные могут пойти h6, у них слон на d8, h6, если надо f6. И здесь поставить преграду. И после h4, g4 белые просто не смогут прийти. Ну, они могут ладьей на g1 потом пойти. Но у черных здесь стоит такое встречное заграждение, скажем, f6, h6 и слон, который просто не дает просто так пойти g5. И поэтому второй путь атаки на королевском фланге. И атака белых осуществляется, несмотря на то, что разменены две фигуры, две лёгких фигуры. Произошёл размен, и казалось бы, что это облегчает проблемы защищающейся стороны. Это чёрный. Но смыслов делает такой просто ход. Ладья f3. И это перевод ладьи по третьей линии на королевский фланг. Ферзь уже стоит готовый к тому, чтобы пойти на h4. Но он может через e2 на h5 перейти, на g3 может перейти. А ладья может быть переведена по третьей линии. Вот когда я говорил, что ход f4 усилил ладью белых на f1. И вот сейчас это сказалось, как он её усилил. Она идёт на f3 и имеет возможность передвигаться не только по вертикали, но и по горизонтали. И это даёт белым пешка f5, которая дала им пространство на королевском фланге. Продвинув пешку на f5, белые получили это пространство. И она дала им возможность теперь перевести ладью, скажем, на h3. И вообще ладья сильна тогда, когда она имеет возможность переходить ещё и по горизонталям. Чаще всего это третья горизонталь. Иногда бывает вторая или четвёртая. Но вот надо всегда учитывать такую возможность ладей. И это усиливает роль ладьи. Мы видели, если кто смотрел моё видео о партии Фишера, и в одной из партий Фишер переводил ладьи таким способом. Одну ладью он перевёл через a3 на b3, а вторую ладью он перевёл тоже что-то по третьей линии куда-то. По-моему, через h3 куда-то перевёл на g3. Но вот такой он использовал манёвр перевода ладьи. И вот такой возможности вот эта ладья чёрных не имеет. Она не может никуда перейти. Ни на какую горизонталь. Вот почему она не такая сильная фигура, как ладья белых на f3. То есть у белых здесь поворотный пункт f3. Вот надо искать возможности поворотных пунктов в своих партиях. И любая ладья, оказывается, они имеют тоже разные силы. Значит, если ладья имеет поворотный пункт и может быть переведена по горизонталям туда, куда нужно, то такая ладья будет сильнее, чем ладья противника, которая не имеет поворотных пунктов. Ну, здесь чёрные, может быть, могли пойти f6, чтобы затормозить таким способом атаку белых. Но позиция их, конечно, выглядит пассивной. Может быть, это был их шанс. Компьютер даёт белым здесь преимущество. Такое солидное уже преимущество. Но может быть, потому что чёрные пошли здесь король h8. И король h8 дал белым возможность самим сыграть f6. Вот ход f6 мог, единственно, затормозить это, значит, тормоз поставить, не дать белым пойти f6. Ну, чёрные, может быть, недооценили хода f6, который сделал смыслов. И в этой позиции вот такой небольшой действительно тактический вариант. В варианте, не в партии. Если бы чёрные сыграли g6, то этот ход уже сразу проигрывал партию. Белым играли fh4. Смотрим, как конь защищает эту пешку надёжно, как конь защищает c3. Кроме того, ладья ещё, когда она стала на f3, она защитила и пешку c3. Чёрных нет некого атаковать. А сейчас грозит вот такой ход, то что компьютер видит наш маленький. Ферзь h6 с угрозой мата. И вот если чёрные бы сейчас пошли ладья g8, заранее готовясь к ходу h6, то вот такую позицию можно запомнить. Вот в этой позиции есть тактический удар. И его надо знать, что он есть. И это ход ферзь берёт на h7. Это очень красивый ход. И после король берёт на h7 вот эта ладья через поворотный пункт даёт мат на h3. Вот это для любителей острых ощущений вариант. Так чёрные в партии не пошли. То есть, ход за 6 сразу проигрывал. И играющий чёрными мастер Рудаковский видел это. Чёрные взяли на f6 пешкой. И тогда уже у белых есть ход ферзь h4, так как прервалось действие слона на поле h4. Вот интересно смыслов пошёл f6, дал чёрным взять и теперь выскакивает ферзь на h4. Грозит ход ладья h3 с матовыми угрозами на h7. То есть, сейчас уже поле h7 это первая цель белых. Значит, у чёрных есть два поля, которые могут быть целью здесь. Это g7 и h7. Оба защищены только королем. В данном случае сейчас первая цель за белых это поле h7. Ну, чёрные сыграли ладья g8 с идеей защитить после ладья g7 это слабое поле. Тогда смыслов берёт конём на f6. Ну, грозит мат в один ход. Ну, брать слоном проигрывает, в принципе, партию, потому что чёрные взяли чуть позже. Но брать также плохо, как и тот ход, который чёрные сделали. В принципе, защиты у чёрных нет. Как после этого хода? Нельзя сказать, что это ошибка или что взятие слоном было лучше. Они защитили, но то, что их позиция уже безнадёжна. И белые сыграли ладья g3. Ну, угроза взять на g7 и поставить мат. Вот если, скажем, слон e7, то ладья g7, король g7. Здесь вторая тактическая и красивая комбинация происходит. Ферзь берёт на h7, король f6. Опять в варианте. И ферзь h6 мат. Такой красивый мат. Но после ладья g3, поэтому чёрные взяли на f6 слоном. Ферзь взял на f6, ладья связана. Теперь белые как бы переключились с поля h7 на поле g7. Но надо играть ладья g8. И вот хорошо видно, что эта ладья белых также и защищает свою пешку на c3 и атакует чёрную ладью на g7. То есть двойная цель у белых пока есть фигура, которая не участвует в игре. Это вот эта ладья. И вот ход ладья d1 вводит её в игру. То есть теперь у белых все фигуры в игре. И Смыслов просто атаковал эту пешку d6, отсталую. Так как чёрные фигуры сейчас связаны с защитой короля. А кто же может защитить эту пешку на d6? И, конечно, надо не допускать такого. Вот в атаке, когда мы атакуем, чтобы у нас вот такая фигура осталась вне игры. Но только если есть какие-то конкретные варианты, где мы ставим мат, вот как мы ставили мат вот здесь в варианте, да? Ф6 мат. Вот тогда эта ладья так и продолжала стоять. А в принципе, атака усиливается, когда все фигуры имеющиеся участвуют в игре и в атаке. И вот ладья d1. Ну и у чёрных уже нет никакой защиты от хода. Ладья бьёт d6, уже выигрывая пешку. Потом, наверное, ладья d8, связывая здесь. Ну, они с горя сыграли ещё d5. Ну и Смыслов мог и побить на d5 ладьёй. Он взял ладьёй на g7. И чёрные в этой позиции сдались. Например, конечно, после ладья бьёт g7. Белые бы взяли на d5 на один ход позже. И чёрные беззащитные против хода ладья d8 шах. То есть, они могут только пойти ферзём и отдать этого ферзя за ладью, но предпочли не мучиться и сдали партию в этой позиции. Вернее, они сдали её в этой позиции. После ладья берёт на g7. Даже вот это уже вариант. После ладья бьёт g7. Чёрные сдались. Вот так закончилась партия смыслов Рудаковский. И что же мы можем из этой партии для себя почерпнуть? А также из этого видео очень многое. Во-первых, как составляется план игры в мительшпиле. Это ход f4 и ферзь e1. Вот два хода были связаны с планом, когда смыслов уже составил план игры в мительшпиле. Во-вторых, мы познакомились с понятием преимущества в пространстве и в частности в центре. После хода f4 белые увеличили преимущество в центре. Мы познакомились с этими пешками. Мы познакомились с проблемой плохих и хороших слонов в этой позиции после f5. Это было решение менять слонов. Слон c4 или слон d7. Мы познакомились с понятием опорный пункт для фигур. Это был вот этот момент. Слон взял на f6 и после слона конь d5. Опорный пункт для коня в центре. Мы познакомились с переводом ладьи по третьей горизонтали через поворотный пункт ладья f3. И мы познакомились в шестых с тем, как можно остановить контр-игру противника. И это был ход c3 и после b5 b3. Полностью смыслов остановил контр-игру противника. В седьмых мы познакомились с атакой на короля. Это был момент, когда белые пошли ферзь h4, осуществили быструю атаку на короля. И в восьмых мы познакомились с идеями сицилянской защиты, основной позиции сицилянской защиты и с идеями шевененгенской системы. И вот, я думаю, это достаточно для одного видео об одной партии. Я думаю, что тот, кто хотел научиться, имел такую возможность. И вы можете повторить это видео. Когда вы доходите до конца видео, проходите, вы имеете возможность вернуться к любой позиции и посмотреть любые позиции из этого видео. Пока вы не выключите эту интернет-страницу, где вы смотрели видео, то по окончании видео вы можете сколько угодно смотреть со звуком, без звука, как вам нравится и повторять моменты. Значит, вот это хорошо в том, что в видео. Только когда вы закроете эту интернет-страницу, если вы захотите посмотреть это видео ещё раз, вам надо будет снова туда прийти и смотреть его с самого начала до конца, чтобы потом иметь возможность смотреть начало. Если вам что-то осталось непонятным, вы можете всегда, после окончания видео, возвращаться к любому моменту его. Ну что ж, это было моё восьмое. Это было пятое видео по теме поучительной партии. Как во всех моих видео вы найдёте под видео в описании ссылки на соответствующие страницы моего сайта Шахматная Школа Евгения Гриниса, где вы имеете возможность посмотреть тысячи непрокомментированных партий, то есть самим посмотреть партии, попытаться понять их. Вы имеете возможность игры против шахматных программ различной силы, и вы можете познакомиться с теми, какие есть вообще дебюты, посмотреть, как называются дебюты и многое другое. На этом я заканчиваю видео. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok